Во втором поединке также нокаутом победил Игорь Михайлович, в полуфинале Клаудио Истрата и вот теперь Даниэль Линти. Даниэль Линти мы все прекрасно помним по тому, как он проиграл жесточайшим нокаутом Каталину Мурушану, румынскому спортсмену на турнире Суперкомбат. Роман Крикли нам также известен по тому, как он выступал на турнире Кунглум Файт. Это китайский промоушен, бои которого мы показываем практически в полном объеме на нашем телеканале. Он в тяжелом поединке проиграл голландцу Джафару Уилнесу и вот тем самым ударом с колено он просто уничтожил Томаса Хрона, чешского спортсмена. Андрей Сергеевич Гридин, руководитель и тренер клуба Чинук, белорусский клуб тайского бокса, который явил миру огромное совершенно количество чемпионов мира, Европы по тайскому боксу, любительскому профессиональному, по кикбоксингу. Вот Андрей Гридин сейчас тренирует и готовит Романа Криклю. Хороший удар коленом очередной серии. Снова пытался соперника на колено насадить Роман Крикля. Ленти показывает, что был удар по затылку в одном из эпизодов. Все, бой закончен. Удар был признан абсолютно легитимным. Это означает только одно, что Роман Крикля выигрывает бой уже нокаутом в первом раунде же и становится победителем турнира Байпа к правилам ТНА и Кубок Татнефти. С чем мы его и поздравляем. Чингизалазов тут же выходит поздравлять Романа Криклю. Восходящая звезда, пока еще не до конца взошедшая тайского бокса и Кей-1. Но я думаю, что в скором времени Чингизалазов заявит о себе еще громче. Вот Роман Крикля уже заявил, выиграв турнир. Бои по правилам ТНА и Кубок Татнефти. Чехи Роман Крикля. Естественно, естественно, не забывайте. Роман Крикля. Роман Крикля.